В областном центре прошел вечер памяти почетного гражданина, основателя трамвайного управления, замечательного руководителя, отца, семьянина Джафара Махмудова. Его коллеги и друзья поделились воспоминаниями. Джафар Махмудов родился в 1937 году. Его общий трудовой стаж составил 55 лет. После армии работал в Ермаковской автобазе. В качестве руководителя городского трамвайного управления начал карьеру в 1973 году. Все, что он делал, все замечательное, он даже не дал возможности приватизировать трамвайное управление, чтобы оно осталось городским. Это чудо. Руководитель он сильнейший, строгий, умный и по мелочам не придирался, спрашивал за дело. И всегда у него все было хорошо. И в ремонтных делах, и в работе, и в содержании путей. За три десятка лет было сделано немало. Коллеги и друзья вспоминают его как справедливого и внимательного руководителя и добавляют, он дал новую жизнь трамвайному управлению. При Джафаре Джафаровиче с каждым годом увеличивалось количество новых трамваев и путей. Большое внимание уделялось и сотрудникам. Именно тогда начала обустраиваться территория трамвайного депо. И по настоящее время это место располагает в комфортной работе. Столовая, баня, комнаты отдыха, спортзал и даже магазин. Человек был очень требовательный, очень требовательный. Сам был очень дисциплинированный и требовал, чтобы дисциплина, порядок, это в первую очередь. И в то же время был отзывчивый человек. Он никогда не оставлял свой коллектив в стороне, никогда не говорил, что главное это он, а все остальные, но всегда говорил сначала коллектив, потом я. И он очень много сделал. Будем говорить в социальном плане. У них построен был дом малосемейный, построен детский сад, был загородный пионерский лагерь. Теперь дело, которому он посвятил многие годы жизни, продолжает один из его троих сыновей – Муслим Джафарович. Джафар Махмудов был членом Ассамблеи народа Казахстана, основателем Азербайджанского общественного объединения «Ватан». Под его чутким руководством проводилась большая работа по укреплению единства, стабильности и межэтнического согласия. Память о нем навсегда останется в сердцах его друзей, коллег, семьи.